И в продолжении темы, комментарий Михаила Леонтьева. Михаил, здравствуйте, вам слово. Спасибо, Катя. Однако, здравствуйте. В Москву прибыл новый посол Соединенных Штатов Майкл Макфон. Назначение главного советника Обамы по России, одного из отцов перезагрузки на этот пост, это и большая честь для нас, и лучшая характеристика нынешних американо-российских отношений. Дело в том, что Макфол не специалист по России. Он специалист по чисто конкретному продвижению демократии. В беседе с обозревателем Слон.ру Майкл Макфол заявил, большинство специалистов по России – дипломаты, специалисты по безопасности, контролю над вооружениями. Или по русской культуре. Я ни то, ни другое. Я не могу процитировать Пушкина наизусть. Я специалист по демократии, антидиктаторским движениям, по революциям. И когда приехал в Союз в 1989 году, как раз оказался во времена такого движения. И пока жил в Москве в 90-м, 91-м, очень сблизился с российскими демократами. Это было, возможно, лучшее время моей жизни. Вот с этого момента Макфол и прикипел к России. Причем не к Пушкину, как он тонко подметил, а к видным деятелям так называемого демократического движения, коих он финансировал, наставлял, провожал во власть. В 92-м году он уже представлял в России Национальный демократический институт, известный своей близостью к американскому спецслужбу. И занимающийся подготовкой политических лидеров для стран третьего мира. А в 2010-м по программе этого же института в Йейле прошел подготовку уже лидер следующего поколения демократов, интернет-фюрер Алексей Навальный, добрый знакомый того же Макфола. Журнал Foreign Policy отмечает, что назначение некарьерного дипломата послом в Москву это второй случай нарушения этой традиции за последние 30 лет. Первым исключением был Боб Страус, назначенный Бушем-старшим. Который как раз обслуживал развал СССР. Характерная деталь. Макфол объявляет себя сторонником параллельной дипломатии, практиковавшейся во времена Рейгана и Буша-старшего. То есть сотрудничество с властями и одновременно конкретная работа с оппозицией. В такой работе у Макфола не может быть никаких проблем, учитывая прочные нити, связывающие этих людей. Ну, как мы только что видели. Другое дело сотрудничество с властями. Макфол гордится, что еще в 2000 году разглядел в Путине второго Милошевича. Макфол автор сотен антипутинских статей и книги «Неоконченная революция в России. Политические изменения от Горбачева до Путина», вышедшие еще в 2001 году. Неужто господин Макфол приехал в Россию работать по специальности? То есть доделывать революцию? Продвижение свободы требует сначала и сдерживания, а затем и ликвидации противостоящих ей сил, будь то отдельные лица, движения или режимы. Майкл Макфол. Полиси-ревью. 2002 год. Меня могут спросить, не окажутся ли в дорожном чемодане такой очаровательной дамы вместе с обращиками товаров и обращиками революции. Фундаментальный труд Макфола «Революция в Оранжевом. Причиной демократического прорыва Украины с указанием сумм, структур и количественного состава задействованных» обосновывает причины этого самого прорыва. Интенсивной работой с украинской молодежью на американские денежные средства. Кстати, средства по версии Макфола весьма скромные, чуть больше 18 миллионов долларов. Накануне назначения в Москву Макфол отчитывался перед сенаторами. На предвыборный период мы выделили 9 миллионов долларов. На 1 миллион больше, чем было потрачено в 2007-2008 годах. Для поддержки деятельности связаны с укреплением свободных и справедливых выборов. Но обидно ж, вдвое дешевле Украины. На самом деле, не надо так сразу расстраиваться. Настоящие бюджеты не становятся достоянием общественности. Как пишет Foreign Policy, в качестве американского посла всемогущий Макфол будет обладать возможностью не только наблюдать за происходящими изменениями в России, но и влиять на них. Не только в интересах США, но и в интересах настрадавшегося российского народа. И от кого же настрадался настрадавшийся российский народ? Уж не от друзей ли господина Макфола по первой командировке? Хочется надеяться, что вторая командировка, посольская, уже не станет для господина Макфола лучшим временем его жизни. Однако, до свидания. Катя? Спасибо, Михаил. Это был комментарий Михаила Леонтьева. А мы продолжаем программу.